всем привет друзья меня зовут саша это канал о вязании сегодня хочу записать видео которое уже давно планирую на самом деле я все так сказать ждала знаете такого момента когда я точно могу сказать свое мнение чем-то с вами поделиться то есть мы носили вот этот вот свитер да ну джемпер точнее с ребенком и соответственно то есть я ждала но его так эксплуатировала нещадно для того чтобы узнаете не просто там петь оды или хаить или еще что-то именно быть объективной в общем-то давно не было этой рубрики до обзор пряжи я думаю что вам будет интересно потому что но это нашумевшая такая пряжа в получать в прошлом году значит это вот такая вот пряжа от инфинити дизайн акварель называется значит здесь 65 хлопок 35 меринос экстра файн 50 грамм 110 метров значит вот такие красивые минималистические эти этикетки да и вот этот конкретно цвет 3082 очень красивый он у вас правильно передается такой знаете шоколадные с но такими вот легкими светлыми как это сказать проплешинками назовем его так значит что могу сказать на эта пряжа ну как я уже сказала он помню в прошлом году вышла но инфинити дизайн она делала много шума многие ее сравнивали с катей как-то она там называется cotton мерина или что но я не могу сравнить с катей потому что искать я не вязала значит у меня получается вот такие вот цвета то есть это вот все что здесь на джемпере вы видите да то есть вот этот вот такой лаймовый он вместе вот с цветами коричневым до между коричневым и зеленым он смотрится чуть чуть более я бы сказал таким потемнее что ли да можно можно так его назвать значит вот такой вот цвет но единственный номер я вам не назову но он там один по моему в палетке такой то есть вы его не и не перепутайте очень красивый цвет рекомендую присмотреться значит и вот такой вот зеленый цвет так ну вот я думаю что вы видите да что соответственно в моточке они как будто бы посветлее ну потому что здесь больше вот этих вот белых да с учетом того что она ложится все в полотно они скажем так эти белые перекрываются становится чуть чуть более темным значит вот смотрите вот такой вот зеленый тоже очень красивый на самом деле он у вас передается более такой холодный он чуть потеплее все же вот это смотрите то есть я покупала она вот такой вот свитер джемпер ребенку вообще-то свитер да потому что мы как бы с горлом просто горло не сильная стоечка значит я покупала получается у меня было два матка коричневых два матка зеленых и два матка лаймовых и соответственно то есть вот у меня остался полный коричневый значит ну вот чуть-чуть от зеленого чуть-чуть от лаймового самый конечно вот большой расход этой зеленый ну потому что как бы большая часть основного до полотна связана вот этим вот вам на зеленым а вот чуть больше осталось лаймового ну вот и коричневого вообще побольше вот я еще на самом деле хочу ребенку связать жилетку потому что но это актуально удобно мы жилет носим и соответственно ну нам нравится значит по цветам ну в принципе вы видите да что на самом деле палитра очень красиво если я найду фотографию вам ставлю в принципе всей палитры на самом деле это невероятный но как бы невероятная палитра с точки зрения выбора да то есть вы можете выбрать какие-то нюдовые вы можете выбрать какие-то поярче какие-то более природные какие-то более такие ну скажем но не искусственная Ну, на самом деле, палитра такая очень разнообразная, на мой личный вкус. Значит, что хочу сразу же, да, сказать, когда вот вы получаете моточек, он, ну, мне, например, очень понравился, да, то есть вот я его подержала в руках, он очень мягенький, я думаю, что вы видите вот этот вот пушочек, да, это там какая-то волосинка, ну, в общем, он пушистый, он мягкий, к шее его прикладываешь, он абсолютно не колет, ну, вообще, да, от слова совсем. Вот, вот такой вот красивый, замечательный, с такими вот переливами. Значит, я, получается, вот связала, да, джемпер-свитер и, ну, вот могу вам как бы на примере, да, именно уже ношенные вещи показать, то есть, ну, я не вижу смысла тут показывать образец и так далее, да, когда у нас есть полноценно большая работа выполненная. Значит, смотрите, вот этот вот джемпер, я его не стирала, я его не чистила, ну, то есть, он в каком вот виде он есть, мы его носили очень активно, что это получается, мы его носили активно осенью, да, ну, то есть, это и вот осенью, и мы носили его активно летом, когда было прохладно, да, надо было там утеплиться, ну, и весной, соответственно. Вот, то есть, я его, я эту пряжу забирала весной, покупала, точнее, да, и, соответственно, сразу же почти что приступила к этому изделию, в общем, поэтому мы носили весну, лето, да, ну, там совсем чуть-чуть, и, соответственно, вот сейчас вот осенью мы тоже активно его носим, поэтому, ну, вот, смотрите, сейчас буду вам поближе показывать, то есть, вот бока, да, какие вот есть, вот, небольшие пупышечки. Так, рукава, давайте посмотрим, вот, рукава, вот, вот они, так, значит, что подмышки, давайте посмотрим, вот, ну, у меня ребенку два с половиной года, да, то есть, вы прекрасно понимаете, что это не сидячий ребенок, ну, в смысле, я имею в виду, не такой, как взрослый, сядет, да, там, газетку почитает, книжку, то есть, ребенок на прогулке очень активный, он везде, всюду бегает, прыгает и так далее, руками, да, там, шмуринкает и так далее, там подобное, ну, вот, место, да, где воротни, куртки, что-то там такое, о шею, да, трется, ну, то есть, я думаю, что вы видите, что джемпер свитер в хорошем состоянии, ну, на мой личный взгляд, учитывая, скажем так, пряжу, да, и вот ее, вот этот вот такой пушочек, я, если честно, думала, что это будет намного, как бы, хуже с точки зрения катышек, что это будет все вот здесь вот покрыто катышками, да, там, все рукава будут вот здесь вот в катышках, и, ну, соответственно, он будет такого, знаете, непрезентабельного вида, но вот, пожалуйста, да, значит, классно носится, ребенок не жалуется там на колкость, на что-то там, да, да, то есть он одевает абсолютно спокойно, ну, ради справедливости, конечно, надо сказать, что я не одеваю на голое тело, но, в принципе, мне кажется, таким маленьким деткам на голое тело, ну, как бы ничего не одевается, да, оно одевается либо на какой-то боди, либо на какую-то, ну, такую маечку, да, либо какой-то, как это называется, ну, типа гольфа, да, только без горла, джемпер, ну, обычный джемпер хлопковый такой, да, либо водолазка, то есть с высоким горлом, если, например, там какая-то ветреная погода и так далее. Но даже если это контактирует с кожей, например, если это какая-то майка или какой-то такой с таким вырезом, ну и, соответственно, здесь шея трется. Ну, ребенок, не знаю, по-моему, вообще ни разу он как-то там не высказал свое недовольство. Ну, может быть, только если, знаете, там был, как это сказать, не в настроении. Вот, значит, ведет себя хорошо. Вот по низу, на всякий случай, давайте я вам покажу. Вот, с учетом носки, да, с учетом того, что это, ну, не одевается по праздникам, там, знаете, посидеть пять минут типа за столом и так далее. То есть это одевается на прогулку, там, в поликлинику, куда-то там к бабушке съездить, туда-сюда. Да, то есть какие-то такие нюансы, да, ну, вот, вот. Вот, вот, то есть даже если что-то есть, оно вот так вот легонечко снимается, да, и как бы... Так, значит, соответственно, могу сказать, что мое впечатление хорошее. Я пряжу могу рекомендовать, она действительно мягкая, она подходит для деток, мне кажется, с самого рождения. Можно спокойно вязать всякие чепчики, там, не знаю, слипы, боди, комбинезованные, кофточки, штанишки, ну, все-все, там, не знаю, какие-то носочки, да, ну, может, носочки. Ну, с другой стороны, ребенок лежит, в принципе, да, поэтому абсолютно хорошо. Значит, я вязала на четверке, можно взять на четверке с половиной, но на самом деле тут все зависит от вашей плотности. Вяжется быстро, вяжется очень приятно, ложится хорошо после стирки, ну, по крайней мере, у меня вообще не поменялось. Вот как она была, так она и осталась по размерам, что в ширину, что в высоту. Вот, поэтому, на самом деле, я пряжу рекомендую, ну, на мой взгляд, да, то есть изначально, если вы, ну, как бы понимаете, да, что это хлопок с мериносом, то есть это не на снегу спать, это вот такой вот демисезонный вариант, да, который можно надеть спокойно, там, весной, даже летом, вечерком, да, например, если, ну, какой-то прохладный, там, не знаю, вечерок, зимой, да, то есть, опять же, там, если у вас минус 30, вы живете, ну, не знаю, там, в Норвегии, возможно, конечно, это будет, ну, прохладновато. Но если вы живете в средней полосе, вот, например, как я живу в Беларуси, Минск, у нас, скажем так, у нас ветрено, да, у нас влажно, вот, но у нас, как бы, там, не знаю, две недели в году, наверное, бывает какая-то невероятная, там, холодина, да, зимой, там, минус 20, минус 30 иногда бывает, но в основном у нас такая европейская зима, ну, я бы сказала, да, и такая, знаете, осень, весна, ну, часто дождливая, как я уже сказала, с ветрами и так далее, то есть, в принципе, хочется чего-то тепленького, но не, знаете, не чтобы жарила, просто прям убиться можно было, вот, поэтому вот эту вот пряжу я рекомендую, это такой демисезонный вариант, если, например, вы возите ребенка в машине, да, вот, например, как я, у меня, ну, почти всегда ребенок на машине ездит, и, соответственно, то есть, я ему, например, одеваю комбинезон или какую-то куртку, какой-то вот джим-пирог, ну, и там, например, гольфик под низ, да, для того, чтобы это было комфортно, то есть, чтобы он не спарился, потому что, конечно, если ему, например, одевать альпаку в машину, то он, ну, я понимаю, что ему жарковато, вот, вот такой вот вариант сам а то, очень-очень классный, вы видите, как носится, да, то есть, я ничего не скрываю, ничего туда от вас не прячу, он носится хорошо, с учетом непоседливости детей, я считаю, что это отличный вариант, вот, я знаю, что очень классно в шапочках вот это вот пряжа себе ведет, ну, опять же, это деми-шапки, да, то есть, это не зима, ни в коем случае, ну, либо очень теплая зима какая-то, да, там, не знаю, до минус пяти, вот, быстро вяжется, хорошо себя ведет, отлично после стирки, в машине я не стирала, поэтому ничего вам не могу сказать, ну, я, например, такую пряжу в машине не, практически никогда не стираю, потому что это всегда русская рулетка, знаете, повезет, не повезет, будет, не будет, значит, носится хорошо, как я уже сказала, ну, не растягивается, причем ребенок, знаете, очень любит вот так потянуть, там, горловину, что-то там себе, там, знаете, ну, рукава там подергать и так далее, ничего не растягивается, вот, манжетики как были, да, то есть, они закрыты у меня не иглой, они у меня закрыты, когда друг на друга мы набрасываем, такой, как это, набрасываем и две вместе провязываем, набрасываем и вместе провязываем, вот так вот, то есть, он такой, с одной стороны эластичный, с другой стороны он не дает рассопливиться этому краю, ну, то есть, вот, и смотрится очень так симпатично, на этой пряже вообще классно смотрится, мне нравится, значит, резинки я вязала на три с половиной, основной на четверки, я уже вам сказала, ну, и горловину я тоже вязала на три с половиной, вот, поэтому, девчонки, присмотритесь, если вдруг кто-то, скажем так, не знаком с этой пряжей, да, и есть возможность, то реально берите на вооружение, потому что пряжа красивая, отлично носится, хорошо себя показывает, да, в эксплуатации, ну, я стирать буду вручную, но не вижу тут ничего такого, как я уже сказала, что машину я, ну, на эту пряжу конкретно, давайте мы посмотрим, что производитель нам тут пишет, ну, вот, производитель пишет ручную стирку нам вообще, да, что можно гладить на единички там, тыра-тыра, четыре с половиной, пять, пять, я вязала на четверке, как я уже сказала, но это моя плотность, да, мне надо было, чтобы оно было такое плотненькое полотно, ну, и вот ручная стирка, то есть, после того, как я его связала, естественно, что я стирала руками в обычной воде, ну, там, средства для стирки шерсти, все как положено, вот. Ну, вот я, честно, вот, знаете, пока снимаю видео, и, в принципе, когда он у меня лежит где-то рядом, мне хочется его трогать. Он настолько приятный, настолько тактильно классный, что, ну, как бы, я думаю, что и на взрослые изделия это будет, точнее, и на взрослые изделия, а на детское, так тем более, да. Вот. Единственное, что пряжа не дешевая, то есть она не стоит, там, 3 копейки, но, с другой стороны, это полностью натуральный состав, как бы, политика Infinity Design, да, что они достаточно такие, ну, как бы, натуральные в плане, там, и сырья, и окраски, и каких-то манипуляций, да, которые они проводят с пряжей, поэтому, ну, как бы, бренд не самый дешевый, но пряжа, на мой взгляд, да, такой субъективный, ну, я стараюсь быть объективной, пряжа стоит своих денег, поэтому абсолютно, ну, вот, как бы, спокойно. Ну, единственное, за счет того, что здесь хлопок в составе 65, она не очень легкая, то есть, вот, видите, на детский размер, это примерно 98 размер, у меня ушло, получается, я вам сейчас подпишу, сколько вес, ну, вот этого вот джемпера, да, потому что я не помню по памяти, то есть, конечно, если бы это было, ну, не знаю, там, например, какой-то кардный меринос, да, чистый, или там что-то такое, альпака, то, конечно, это было бы намного легче, но абсолютно спокойно, то есть, вы понимаете, видите состав, ну, я думаю, что тут очевидно, что это не будет 50 грамм на даже детский джемпер, вот, поэтому на взрослый, что-то там в районе, по-моему, 10 моточков девчонки берут, то есть, учитывая состав, я считаю, что цена абсолютно адекватная, вот, поэтому, девочки, берите на заметку, вяжите, я уверена, что вам понравится, если вы любите такие вот шнурочки, да, я не помню, сказала, не сказала, это шнурочек, вот, это шнурочек хлопковый, который набит, вот, соответственно, мериносом, то есть, вот этот светленький шнурочек, он набит мериносом, вот, поэтому, ну, как я уже сказала, нитка не может быть супер-супер легкой, но все равно, с учетом 65% хлопка, я считаю, что она вполне себе неплохая по расходу, вот, так что, я надеюсь, что вам обзор был полезен, пишите ваши комментарии, работали ли вы с этой пряжей, нравится, не нравится, понравилось, да, потому что, ну, сколько людей, сколько и мнений, мало ли вам там с каким-то цветом не повезло или еще что-то, единственное, что, наверное, я не сказала, у меня в одном мотке, в одном, было четыре узла, но это, как бы, такое бывает, мне кажется, во всех брендах, и в Дропсе, и в Ланагата, Ланагроса, что там у нас еще есть, Хулстгарн у меня было, турецкая пряжа постоянно, да, там, этот самый, у меня даже было такое в Регии, да, там, премиум и так далее, но, на самом деле, это много где встречается, просто, ну, вот, такой момент, раз уж рассказываю, да, вот, было четыре узла в одном моточке, конечно, я тут немножко плевалась, но, зато потом, в других мотках вообще не было узлов, вот, ну, это компенсация, видимо, так что все, все, я благодарю вас за внимание, пишите комментарии, давайте обсудим, как, что, чего понравилось, не понравилось, если вам видео было полезно, поставьте ему лайк, чтобы побольше людей его увидело, возможно, кто-то в поисках такой классной пряжи, да, ну, вот, не знает, не обращает внимания, спасибо вам еще раз большое за просмотр, всего вам доброго и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok